Девушки отдыхают Уважаемые делегаты конференции, уважаемые коллеги, ровно три месяца назад ученый совет утвердил избирательную комиссию по выборам ректора в количестве 11 человек, которые в соответствии с положением о выборах ректора Московской медицинской академии осуществляла всю организационную работу. По поручению избирательной комиссии предлагали начать нашу работу. На конференцию избрано 208 делегатов. В настоящее время зарегистрировано 192 делегата. При этом форум для принятия решения составляет 140 человек. Следовательно, мы имеем все основания открыть заседание конференции. Какие будут предложения? Есть предложение? Начать. Кто за? Прошу проголосовать. Прошу проголосовать. Избирательная комиссия по выборам ректора вносит предложение подтвердить полномочия всех 208 избранных делегатов. Есть ли вопросы по данному сообщению? Нет. Тогда прошу голосовать за предложение избирательной комиссии. Кто за? Кто против? Кто выдержался? Уважаемые делегаты, согласно утвержденной повестке переходим к выборам ректора академии. Заряжите мне от имени избирательной комиссии сообщить информацию о выдвижении кандидатов на должность ректора академии. Ученый совет на своем заседании 1 сентября 1997 года принял решение о проведении выборов ректора академии в соответствии с положением о выборах ректора выгину Михаила Александровича Пальцева для избрания на эту должность на очередной срок. Решение ученого совета о проведении выборов ректора и положение их проведения были публикованы в нашей многотиражной газете. Выдвижение кандидатов на должность ректора проходило с 1 сентября по 31 октября сего года. Согласно представленным в комиссии документам на этот период прошло 8 собраний крупнейших подразделений академии, на которых на должность ректора был выдвинут Михаил Александрович Пальцев. Других кандидатов выдвинуты не было. Избирательная комиссия рассмотрела все представленные ей документы и зарегистрировала единственным кандидатом на должность ректора академии на очередной срок Пальцева Михаила Александровича и внесла его в кандидатуру в бюджет для голосования. Продолжение следует... 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 И претенденты на этот пост излагали основные программы в расчете на 10 лет работы. И поэтому, конечно, заканчивая 10-летний срок пребывания на должности ректора, конечно, мне захотелось оглянуться немножко назад. И я все-таки считаю необходимым, хотя бы краткий экскурс в историю сделать, и сказать все-таки о том, что сделано коллективом Московской медицинской академии, какие есть безусловные достижения, потому что, не сказав этого, я думаю, будут не совсем понятны планы на будущее. Естественно, основное направление работы ректората Московской медицинской академии все эти годы было совершенствование учебно-методической работы. Я должен сказать, что в настоящее время система подготовки специалистов полностью соответствует современным требованиям и международным стандартам. У нас в 9-й год существует учебно-методическое объединение по медицинскому образованию при Министерстве общего персонального образования, которое определяет основные методические вопросы высшего медицинского образования в стране. Разрабатывать государственные стандарты медицинского образования проводят экспертиз учебных планов медицинских вузов России. За прошедшие годы существенно расширены возможности подготовки специалистов. Открыт факультеты высшего сестра скообразования, уже состоялись три выпуска специалистов. На базе факультета организован сотрудничество с Европейским региональным бюро ВОЗ, Центром по высшему сестра скообразованием. Для наиболее подготовленных студентов открыт факультет подготовки научно-педагогических кадров состоялись пять выпусков специалистов. На этом факультете главным является принцип индивидуализации обучения. Большинство выпускников отмечены дипломами с отличием и продолжают подготовку к клинической ординатуре и аспиратуре научно-детских учреждений и Московской медицинской академии Сеченова. Преподавали в Академии для ученых и более опытных специалистов и крупных ученых. Достаточно сказать, что среди заведующих, качественных профессоров, пять членов Российской академии наук, 61 члены Российской академии медицинских наук и 4 члена Российской академии образования. От нас зависит будущее этой страны, будущее медицины, будущее здравоохранения. От нас зависит то, чтобы рождались здоровые дети значительные степени, от нас зависит то, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь. И вот на этой ноте я хотел бы закончить свое выступление, призвать вас к тому, что мы должны работать так же сплоченно, так же уверенно и так же верить в будущее в Восковской медицинской академии, как мы делаем это до сих пор. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВСЕЗИ С ОЗВУЧЕННЫМИ СЕЙЧАС ИТОГОМИ ГОЛОСОВАНИЯ. ВСЕЙСКИЙ СОБУЧЕННЫМИ ИТОГОМИ ГОЛОСОВАНИЯ. Ибо за последние 10-15 лет в нашей стране при тайном голосовании от таких результатов мы очень основательно отвыкли. Поэтому сегодня в этом отношении у нас очень знаменательный день. Во-вторых, мне хотелось бы поздравить коллектив Московской медицинской академии, ученых совет и конференцию с получением на сегодня такого замечательного ректора. Спасибо. Глубоко уважаемый Михаил Александрович, сегодня замечательный день. И хотя мы никто не сомневались в исходе голосования, результаты показали, что все мы избрали ректора практически единогласно, выразив тем самым признанием уважения и любовь. Я еще раз хочу, чтобы вы приняли нашу благодарность в связи с избранием вас на пост ректора. Мы надеемся во всех начинаниях вам помогать. Михаил Александрович, мы верим вам и верим в вас. Спасибо. Уважаемый Михаил Александрович, уважаемые коллеги, я думаю, что выскажу общую точку зрения, что думаю, что у каждого сегодня присутствующего на этой конференции найдется что сказать доброго и нужного в адрес Михаила Александровича. Потому что жизненный путь практически каждого из нас на определенном этапе был связан с этим человеком. И я думаю, что сегодня, независимо от того, что мы занимаем различные ступеньки в этой нашей большой и широкой академической лестнице, но все-таки многое связано с ректором, который успешно проработал поблагодарить Михаила Александровича, поздравить его с очередным великолепным избранием на этот пост и пожелать всем нам совместной плодотворной работы. Спасибо.